всем привет утро 2 сентября я вам показываю погоду на море сегодня днем предполагается облачность и к ночи дождь ну посмотрим как будет в реальности солнце только вот недавно встала около 8 часов время восход был 7 19 так что еще утро во дворе у нас тихо за ночь прокричались пробегались теперь спят вот а я гуляю ночью было жарковато скажем так но пришлось закрыть было жарко вот а мы кондиционер уже убрали потому что как раз на днях похолодало бы вроде как стоит уже незачем вода сейчас теплая но когда выходишь будет прохладно у меня поскольку растяжение и мышцы болят опять перезанималась зарядкой новое упражнение хотела попробовать поэтому я сейчас на море не хожу то есть воде то в принципе тепло будет а выйдешь будет холодить и ветер холодит былую рану ну или растяжение смотрите какой треугольный просвет в облаках как там наши учащиеся кого суббота учебный день кто ну вчера то все в школах были я имею ввиду наших учащихся ну и в и в тех странах где первое сентября начала учебного года здесь то нет мы вчера с вами походили по району педральбис и в автобусе я поснимала я там старалась говорить потихоньку потому как пассажиры кругом неудобно как-то в парке да там практически одна иди и хочешь ари а в автобусе ну как бы так сказать пассажиры кругом неудобно вот ну посмотрела вроде так потихоньку слышно так ну идем дальше смотрите какие узоры на песке каждое утро пляжи убирают разглаживают их по мере возможности вот этими специальными уборочными машинами море ветер наверное шумит сильно я стараюсь закрывать микрофон от шума но не знаю насколько это получается вот смотрите как машины обходили находящихся тут людей они видно тут давно сидят давно здесь сидим помните как в кино вот мы с вами на волнорезе Какие причудливые облака. Я думаю откуда табачным дымом понесло, а вот он лежит на камнях. Бетонные блоки, вот как вы думаете сколько тонн в них. Получилось ли бы у вас поймать дзент, как вот человека в таком месте. Волны бьются сюда в волнорез. Здесь насыпь, сооруженное мелководье. Но у меня вот дзент там точно не получился. Вот отсюда видно Тибидабо. Гора Тибидабо, это самая высокая гора Колсеролы. Гор опоясывающих барселолов. Такой пейзаж. Привет, птичульки. Как жизнь? Что там, мушки в воде? В лампу и надо как раз. Видите, разные сообщества. Вот, казалось бы, искусственный водоем. Что здесь можно найти? Ну, однако же, вот такие довольно крупные птицы, утки и гуси, тем более гуси, прилетают сюда и постоянно здесь находятся. Ну, также и чайки. Чайки вообще отсюда не вылезают. Озерные чайки маленькие, ну, и варские крупные тоже сюда приплывают. О, что это вы так возбудились? Ну, разные сообщества птиц, как я смотрю, здесь, они обычно не контактируют. Они просто находятся рядом и друг другу не мешают. Вот еще что, если, например, можно в городе видеть пасущихся голубей и рядом пасущихся чаек. Хотя голуби являются для чаек потенциальной добычей. Но чайка за здоровым голубем не погонится. Она будет искать больного с подбитым крылом. там, ну, в общем, с тем, кого легче добыть. У них очень хорошо работает, это у всех птиц, и у хищных, и у не хищных, энергосберегающие технологии. О, цапли. Четкие, резкие и дерзкие. Они сидят, сидят, неподвижны даже стоят. Потом раз как рвануло резко. Здесь две разновидности цапель в этом парке. А еще есть, нет, даже не две, а три получается. Серая большая цапля. Белых две я имею ввиду. Хочется снять поближе, но цапли обычно возражают. Хотя, если вы смотрели мое видео из парка Сьютаделла, там цапли подходят близко к людям, выпрашивают вкусняшки. Ну, естественно, в руки они не даются. Но, тем не менее, в этом парке цапли так не делают. Голуби пасутся, иногда здесь же пасутся дрозды и скворцы. Но скворцы еще не прилетели, которые здесь зимуют из северных стран. Они где-то, в общем, попозже будут. А еще интересно, что скворцы перед отлетом, тоже я снимала на видео, здесь, в этом парке, в других парках собираются шумно, так переговариваются между собой. Ну, видимо, готовятся. Вот это дерево оголилось так прям. Да, здешние листопадные деревья уже начинают терять листья. Но это происходит и раньше. Все-таки у них очень медленно происходит листопад. Чем более растянуты осень и весна, тем медленнее происходят все процессы, характерные для этих времен года. Вот показываю вам баобаб, которые только вот начинают зацветать. Вообще баобабы здесь цветут осенью, частично в начале зимы, а плодоносят весной. Весной у них тоже, я неоднократно это снимала, созревают плоды, похожие на бутылки. Поэтому эта группа деревьев называется бутылочное дерево. И ствол тоже так на бутылку похож. Влагу они так накапливают. И это плоды лопаются, падают на землю. Такая ватка у них получается в середине. И там семена. Это кусты типа лонтаны. В лонтаны есть белая такая фиолетовая, серединка бело-фиолетовая. А это такая разновидность, красно-оранжевая. Инжир, его листья крупным планом. Так, давайте плоды поищем. Здесь у многих, ну у кого, конечно, прежде всего частный дом где-то, да, растут во дворах инжир. Некоторые его даже не собирают. Есть люди, кто собирают. В этом году, говорят, хороший урожай инжира. Вот вам плод. Видите? Бау-бау. Ну, в принципе, я уже прогулялась, иду по направлению к дому. Спасибо за внимание. Вот парк, откуда мы с вами сейчас вышли. И до следующих видео. Как всегда, у меня будут короткие видео. Я их уже опубликовала, пока делала длинное видео. Каждый может выбрать, что посмотреть себе по вкусу. Всем пока! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok